102 года исполнилось Анастасии Терентьевой, уроженки Ядренского района. Глава республики лично поздравил долгожительницу с днём рождения. Свойство второй день рождения Анастасия Михайловна Терентьева отмечает в кругу самых близких. В гостях дети и внуки. За что любишь бабулю? Она меня не ругает. Любит она меня. Палывает. Собрать за одним столом всю семью – сложная задача. Анастасия Михайловна воспитала четверых детей. Подрастают уже и праправнуки. Девять внуков, правнуков шесть, праправнучка одна уже в саде ходит. Уже третье поколение. Одним из секретов долголетия дочь называет трудолюбие матери. Многие годы Анастасия Михайловна работала в колхозе. Во время войны в тылу на лесозаготовках. Одна она нас воспитала. Мы выросли. Но мы учились. Мы учились и работали. Она лекарства не пьет. Врачи не любят. Пасты держит. Старается. Она в церковь ходит. Долгожительницу приехал поздравить и глава региона. С роскошным букетом цветов и подарками. Жизнь ровесницы республики достойна книги. И не одной. Глава региона отметил, что это пример для молодежи. Движение – это жизнь. Вот это показатель, пример, как нужно правильно вести свой образ жизни. Как нужно правильно жить, правильно питаться, общаться с внуками, внучками, правнучками, правнуками. И показала, как нужно любить просто себя, любить окружающих. И количество долгожителей в республике продолжает увеличиваться, отметил глава региона. Поздравив ветерана с днем рождения, глава региона отправился проинспектировать, как местные власти создают комфортную среду для местных жителей. Излюбленным местом для занятий спортом и прогулок горожан стала набережная Новочебоксарска, благоустроенная в рамках федеральной программы. Недавно здесь установили световой фонтан. Теперь главное – сберечь созданную среду от вандалов. Такое поручение Михаил Игнатьев дал властям муниципалитета. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилиев, Республика.